Финишный обзор велосипеда Stealth Navigator 745 после финишной сборки. Так, у него автовая цена в районе 22, розничная 28500, колеса на промах, колеса надо протягивать. Переключатели у них производителя L2, это чистый Китай, все работает, все хорошо, ресурс неизвестен. Рама алюминиевая, вес примерно 15,5 в сборе. Ротора и передние и задние 180 будут гнуться, соответственно придется править. Мне кажется, не очень здорово. Грязь попадать будет туда вот на тросик, грязь попадать будет вот сюда вот в это отверстие, тоже минус инженерам Stealth. Сидушка лакированная через годик начнет трескаться, но очень мягкая, гелевая, классная сидушка. Про колес на промах я сказал, крутится хорошо, передние там пришлось протягивать, задние в принципе нормальные. Почти ничего, никакие винты, ни болты, ничего не было закручено, все. Я затягивал еще раз, это в предыдущем видео. Переднее крыло, среднее отверстие закрепило вот таким вот образом, потому что по-другому никак. То, что идет в комплекте, вот сюда вот вставляется, оно, к сожалению, не держится. Заднее крыло тоже, не с первого раза понял, как собирать. Собрал, поставил, смотрится нормально, прикольно. Велосипед хороший, достойный, монетки работают, тормоза работают, хотя все дешевое. И китайское, и русские вот эти под М7, в общем, все такое, скажем так, очень условно-качественное. Но своих денег велосипед стоит, покупать или нет, решать вам. Я сейчас таких вот 4 велосипеда собираю под клиентов. Субтитры сделал DimaTorzok